3 1 2 3 проверка микрофона господа добрый вечер приветствую всех вас на моем вебинаре который называется пруду отдых деньгам время давайте по традиции проверим качество звука и видео по многочисленным заявкам наконец-то я появился настроил видео если мне хорошо видно слышно то соответственно приступим туда непосредственно к самому вебинару и на вам как сюда отдельный отдельный дружеский трейдерский привет из города санкт-петербург от всего коллектива академии трейдинга так ну давайте пока присоединяйтесь вот я расскажу как будет проходить сегодняшний вебинар напоминаю что я провожу цикл вебинаров специально ставлю понедельник вебинар вот и второй вебинар ставлю в среду непосредственно все это делаю потому что моя торговая система она рассчитана на внутридневную торговлю вот отошел я от среднесрока долгосрока принципе смотрю что конечно же будет происходить на такие более долгие периоды но свои рекомендации или свое видение рынка я все-таки а также свои тактические действия я предпочитаю именно в свете того что нужно делать внутри дня и стараюсь расписать свой план свой план действий непосредственно до среды среду мы встречаемся смотрим туда пошло не туда пошло александр вам тоже отдельный привет ответственно встречаемся смотрим корректируем позиции ну и провожаем рынок закрыть середины закрытием так вебинар он разбивается у меня на три части первое это ознакомительная часть показатель будет елена сейчас посмотрю до запись поставлена запись будет но сразу предупреждаю что запись она будет не сразу по ходу вебинара а после того как непосредственно сотрудники компании admiral markets предоставить нам запись вот и запись будет конечно же выложена на нашем сайте академия трейдинга . рф поэтому запись будет здесь я уже тоже получил много так скажем лестных отзывов бы я ставил на запись свои вебинары но надо заговаривать не успевать запись будет этот вебинар точно значит вступительная часть пару-тройку минут расскажу про себя про непосредственно нашу компанию про наше сотрудничество с компанией admiral markets далее официальная часть здесь я беру те инструменты над которыми я считаю нужно поработать непосредственно ближайших несколько дней показываем свои задумки вот непосредственно есть конкретные уже вещи где можно поработать ну и соответственно конец это вопросы от вас пожелания жалобы и претензии вот жмем друг другу руки я с вами прощаюсь и перехожу к своему следующему вебинару непосредственно другой компании которая также является нашим партнером вот вот такая такая программа настраиваемся на 30 минут больше у меня нету минут сорок максимум плодотворной работы сами понимаете буду говорить по делу вот без всякой воды и сразу же говорю любой вебинар я строю как всегда на предмет того что вебинар должен исходить из построения диалога вот несмотря на то что говорю только я да показываю только я хотелось бы от вас всегда иметь обратную связь поэтому все свои наработки наталья здравствуйте если есть какие-то просьбы да хотите осветить свою сделку какие-то и затруднения по сделкам то конечно же процессе вебинара выкладывать это все в чат я буду возвращаться смотреть если у вас вопросы и отвечать добрый добрый ну я так понимаю славная славная украина к нам подсоединилась хоть и корни есть украинские дай бог памяти украинскую мову вспомнить вот вот в таком формате поэтому по ходу вебинара пожалуйста свои вопросы в главном чат вот непосредственно по теме да по теме это финансовые рынки конце вопросы на любую тему на любую тему но я говорю что время у нас а непосредственно у меня ограничено поэтому сразу прошу прощения за это все переходим непосредственно к самому вебинару зовут меня виталий фамилия шевченко я являюсь основателем одним из основателей компании академия трейдинга и занимая должность директора по инвестициям непосредственно наша компания располагается в городе санкт-петербург сразу говорю облегчил вам вашу жизнь и поиск нашей компании наводите на непосредственно ссылку академия трейдинга . рф и попадаете к нам на сайт компания можно сказать достаточно молодая но самое главное что здесь собраны специалисты с большой буквой п на данном этапе у нас два направленца непосредственно я который занимаюсь нестандартным подходом это моя система нестандартные индикаторы с фьючерс национальным анализом плюс мой коллега я его так кратко называю волновик но по факту он достаточно берет широкий спектр подхода ну как говорится основа это волновой анализ или от поэтому если кому-то интересно особенно всех конечно же говорю что он для упрощения нашей жизни да и общения самое первое когда варить на наш сайт обратить внимание что у нас есть трейдерский чат где мы обмениваемся мнениями с нами полезными выкладками поэтому сама первое что нужно сделать после вебинара это конечно же добавится в него вот чтобы быть в курсе всех событий вот смотреть какие наработки у каждого есть идеи но это как минимум помощь в практике помощь в практике ну а если брать наше сотрудничество непосредственно с компанией admiral markets то здесь мы пошли по определенной уже протоптанной дорожке и я даже расскажу почему мы пошли сейчас пришли прям полному пониманию что мы делаем действительно все верно наша компания имеет три направления первое это обучение второе сопровождение качественная аналитика которая направлена непосредственно только на практику ну и конечно же какие-то инвестиционные решения это доверительное управление очень большим спросом является спасение утопающих так называемое это когда вы связываетесь с некачественным брокером вас ваш счет загоняет большой минус ну и конечно же вы обращаетесь только самый последний момент на поэтому три основных направления обучение аналитика инвестиционные решения это нашей компании недавно недавно смотрел по каналу РБК выступление достаточно я думаю знаменитого человека миллиардер это Олег Тинькофф я думаю вы знаете банк Тинькофф так вот мне понравилось наверное две вещи которые он высказал первое это касательно того почему именно он занимается своей компанией своим продвижением своими продуктами а не какой-то штат там менеджеров все это связано с тем что непосредственно сам собственник этого бизнеса он понимает что нужно человеку трейдеру да который приходит на финансовый рынок я имею ввиду допустим нашу компанию то же самое в отношении его вот если брать какой-то штат менеджеров конечно они больше заинтересованы непосредственно бонусных частях ну соответственно своей зарплате то есть нет такого качественного подхода поэтому сразу отвечаю на ваш вопрос почему непосредственно мы занимаемся этим вот да основатели да директора потому что качественно донести до вас то что должно быть то что по факту мы можем иметь это непосредственно может сделать только тот человек который реально занимается практикой да и финансовыми рынками и вот вторая интересная вещь которую он сказал в совокупности да сейчас наше население все больше и больше наверное так скажем как весна начинает расцветать самое первое это более спокойно берет кредиты но самое главное что нет такой боязни к финансовым рынкам поэтому в ближайшие 3-5 лет я с ним полностью согласен опять на первое место выйдет такое понятие как доверительное управление и оно конечно же связано с финансовыми рынками и здесь даже если брать опытных управляющих либо вы просто инвестор вы всегда должны быть финансово грамотно подкованными занимаетесь вы управлением либо вы непосредственно передаете кому-то счет управления вы всегда должны понимать что происходит чтобы не завести соответственно весь счет в какую-то плачевную ситуацию вот исходя из этого мы с компанией Адмирал Маркетс разработали акцию которая абсолютно бесплатно абсолютно бесплатно позволяет вам пойти по этим двум направлениям то есть есть два этапа первый это вы проходите обучение непосредственно в нашей компании здесь как я уже сказал на вкус и цвет кому-то полегче посовременнее это непосредственно ко мне нестандартный индикатор я сейчас покажу свою торговую систему вот опционно-фьючерсный подход тот кто любит посложнее как говорится посидеть подумать это конечно к моему коллеге который занят волновым анализом вот но тот кто уже имеет какой-то опыт и хочет поддержку для тех у нас есть торговые идеи которые потом они передоставят соответственно в прямые рекомендации самое главное как я уже сказал первый этап вы определяетесь либо это обучение действительно с последующим сопровождением либо это просто сопровождение все это идет по фиксированной цене опять же по договоренности с компанией адмирал маркетс то есть они берут на себя обязанность проплачивать все остальное и самое главное когда мы перейдем ко второму этапу то есть берем обучение вы обучились вы уже понимаете что да пора попробовать свои силы непосредственно на реальном рынке та сумма денежных средств которую вы затратите на обучение либо на торговые идеи 100 долларов они вам возвращаются на счет на счет без какой-либо отработки без каких-либо подводных камней получать полностью ваши денежные средства по факту по факту вы имеете уже финансовую подкованность как говорится свежего наставника ну и самое главное понимание того что творится в рынке ну а это все приводит конечно же к профиту профиту ну и небольшой опять слайд потому что очень много вопросов акцию мы недавно запустили касательно того что из себя представляет обучение что из себя представляет торговые идеи обучение даже если мы берем меня даже если мы берем моего коллегу Вадима это сразу готовая торговая система практики которые просто как шаблон перекладываются на рынок так как мы работаем давно непосредственно поэтому здесь уже от а до я все проработано поэтому большое ну и простое понимание того материала который мы даем то есть грубо говоря 20 процентов теории сжатой выжимки да уже прям реальные выжимки и 80 процентов это теория то есть здесь все перекладывается на четкие точки входа выхода где ставят стоп лосс стоит профит как и при этом действовать если ваша позиция допустим пошла в минус либо если в плюс то как наращивать соответственно профитную часть ну и опять же всех интересует вопрос сколько потенциальная доходность сразу говорю от 5 процентов если брать сегодняшний день сразу могу признаться и наверное так скажем выдать некоторых участников сегодняшнего вебинара они присутствуют в чате вот в трейдерском не дадут соврать сегодня я давал торговые рекомендации по рынку вот и сказал когда нужно закрыть при условии всего это закрытие сегодняшний торговый день хоть и праздник многие он уже оказался для нас профитным непосредственно по торговым идеям здесь идет и как я уже сказал выжимка из моего вводимого обучения то есть вымеренный алгоритм действий потому что нужно действовать то есть четкий приходит вам план действий здесь заходим стоп лост и профит если нужно что-то корректировать опять же приходят соответствующие действия как я уже сказал это все сопровождается на всех этапах сделки непосредственно я и Вадим я три раза в сутки даем поправки на ветер непосредственно входы Вадим два раза в сутки ну и если кому-то интересна статистика статистика вещь такая достаточно тонкая как я уже говорил сегодня сразу могу сказать что непосредственно по моей торговой системе четыре ну где-то четыре к одному то есть четыре из пяти дней они уходят в профит и один день может закрыться ну либо в минус я считаю это достаточно позитивно великолепно вот самое главное это есть четкие правила от которых нельзя отходить поэтому еще раз тот кто услышал меня можете просмотреть непосредственно выступление Олега Тинькова задумайтесь времени у вас могу сказать сразу мало мало потому что когда пройдет год-два-три вы только вспомните это будет уже поздно то есть нужно сразу наращивать обороты непосредственно переходить к тому что он в дальнейшем вот принесет тот профит который для кого-то станет дополнительным заработком а для кого-то это для меня моего коллеги это основной вид деятельности так если вопросов здесь нету всем все понятно напоминаю связаться со мной непосредственно с Вадимом можно введя на наш сайт академия трейдинга.рф там есть все контакты пожалуйста милости просим звоните пишите мы будем перезванивать связаться с вами в скайпе как вам удобнее ну конечно почту я не очень сильно люблю а теперь переходим к основной части переключаюсь я на наш любимый торговый терминал сейчас подгрузится так подскажите пожалуйста появился торговый терминал если появился то соответственно поставьте пожалуйста плюсик напишите да окей начинаем чтобы я понимал что все хорошо можно действовать пока вы ставите плюсик я выпью холодного чая сразу отвечаю на вопрос который сегодня часто задают как вы в праздник работаете да я говорю работаю потому что я уже сказал свой день разбивая на три части начало то есть это где-то 0-0 ну и первые рекомендации с 8 до 9 непосредственно вторые рекомендации и с 15 до 16 вот так как день заклоне числа раньше мы закрыли вот профит в принципе я свободен только осталось пообщаться с вами так вижу все хорошо тогда непосредственно рассказывать то что я задумал то что я увидел вот и то что мне хотелось бы наверное увидеть от рынка вот от чего пошли бы простые более простые тактические действия вот ну конечно же я никогда не исключаю более сложных подходов касательно моей торговой системы как я сказал это не стандартный индикатор которые разбиты на два окна это у нас первое окно здесь вообще по минимуму скажу второе вот именно на втором окне присутствует вот эти зоны они есть со стороны опционов вычешного анализа вот в сочетании дают как я уже сказал 4 к 1 великолепная вещь самое главное это конечно же понимать и вовремя интерпретировать те сигналы которые подает система большинство индикаторов она на 99 процентов они имеют опережающий опережающий сигнал либо опережающий посыл вот именно поэтому я не беру стандартные индикаторы вот а исхожу с более сложных моделей которые называются нестандартные индикаторы так по сегодняшним входом сразу могу сказать австралийца я посылал наверх вот он дошел до цели вот дальше идет выше эта сделка у нас сыграла плюс плюс сыграл у нас непосредственно евро доллар засылал но он до цели не дошел с плюсом и самая первая у нас порадовала пара доллар японская иена чуть-чуть пару пунктов не дотянули до цели все остальные они закрылись там маленький плюс маленький минус но как по совокупности я говорю что сегодняшний день он так что поздравляю всех кто присутствовал в трейдерском чате вот непосредственно воспользовался этим так теперь конкретно к тому что бы я хотел сделать в ближайших в ближайших два дня но сегодняшний день не беру вторник среда сразу могу сказать зайду со стороны фундаменталки использую фундаментальный технический анализ давайте перейду вам не будет видно но я по календарю сейчас пробиваюсь значит сегодня в принципе все спокойно с завтрашнего дня начинается каждый день я считаю будет бомбовый сначала у нас будет выступление главы банка Японии Куроды протокол заседания по денежно-кредитной политике это все у нас в паре доллар и иена потом будет решение по РБА это у нас австралийц к доллару индексы PMI будут выходить по евро по фунту но это не так интересно но все таки будет какой-то задел для того чтобы понимать куда мы двигаемся пиком всего это будет среда здесь у нас будет занятость по Новой Зеландии занятость по Германии индекс деловой активности по фунту но наверное самое интересное чего будут ждать все участники это АДП изменение числа занятых в 15.15 по Москве вот PMI от СМ в 17.00 ну и конечно же 21.00 это заявление в фонд решение по процентной ставке этого все ждут вот этого нам достаточно потому что мы с вами встречаемся в среду в среду встретимся разберем остальных два дня они тоже очень будут насыщенными так исходя из этого так а у меня сегодня не было рассылки Екатерина да сегодня рассылки ни у кого не было потому что я прямо в чат выложил все то что я хотел донести поэтому опять же решение принимали вы но я посчитал что прямых рекомендаций я сегодня не давал можно было отдохнуть сейчас объясню почему вот определенных вещей жду ну и как вы понимаете прямые рекомендации которые вам приходят непосредственно на почту они являются действительно выжатыми и более обдуманными так индекс доллара здесь очень просто мы попали в боковик поэтому ждем выхода из боковика вот я здесь ориентируясь и вот здесь по сравнению с другими инструментами где больше провожу время на часовом я смотрю четырех часовой и дневной но самое главное что меня здесь пока интересует это боковик выход как минимум на ширину боковика у меня простой достаточно подход я вижу цену и я понимаю что цена либо вверх идет и я должен понимать что я буду делать если она пойдет вверх и если она пойдет вниз что я должен делать конечно же выдвигается приоритетный какой-то сценарий ну и конечно же обязательно запасной для безопасности поэтому со стороны индекса доллара никуда я его не направляю вот я только слежу за тем что он будет делать какую границу будет пробивать вот как он будет выходить пока он двигается в боковике а такой сценарий я не отбрасываю потому что я вам сказал что ключевое возможно это будет как раз среда когда ждут все фонки решения до заявления Джанет Елен вот соответственно проигрываю в голове сценарий что мы можем двигаться в боковике исходя из этого перекладывается все на валютные инструменты если мы подошли к нижней границе будем двигаться вверх то американский доллар будет укрепляться также как и индекс доллара ну и в обратную сторону вот здесь самое главное не заиграться помнить что у нас на это все я считаю пока есть два дня вот развязка должна быть в среду в 21.00 так моя любимая пара доллар иена сегодня я прям могу сказать шикарно как рекомендовал сам вошел доливался два раза вот сейчас опять же отвечаю на вопрос через какого брокера торгую на данный момент нашел одну площадку которая меня заинтересовала я ее пробовал вот там автоматически люди подключаются к своим сделкам ну и мне нравится что я пользуюсь популярностью как только до конца проверю я тогда скажу хорошая вещь или нехорошая ну а по факту после проверки я опять же вернусь к компании адмирал марков который имеет все все плюсы и наверное только один минус это нетрахистов вот и все так доллар иена здесь смотрите с этой стороны что такого интересного есть впереди уровень 112 вот уровень 112 он достаточно сильно так скажем меня напрягает но общий фон того что складывается закладывает во мне приоритетное движение это восходящее есть маленькое но маленькое но это связано непосредственно с гэпом который мы вроде как не закрыли и напрашивающиеся коррекции напрашивающиеся коррекции поэтому по паре доллар иена я все таки буду придерживаться своего постоянного плана это непосредственно вход на покупку на коррекции здесь самое главное помнить что коррекция может быть минимальная непосредственно в рамках вот этого восходящего тренда ну и нужно помнить что мы можем получить полную коррекцию на последнее движение то есть здесь пользуемся непосредственно инструментом фибоначчи растягиваем от минимума к максимуму и смотрим помним что самое бьющее это 38,2 для тех кто не понимает как это делается взяли минимальную точку взяли максимальную с этой стороны мне хорошо все раз поставить вот поэтому 23,6 это район 110,90 111 вот 38 это 110,50 ну конечно же все рассчитывают на полтинник но прошу заметить закрытие полного ЛГП это у нас на 76,4 ну здесь нужно наверно постараться и техническому анализу фундаментальному вниз вот но я буду только за вот потому что если пойдет такая глубокая коррекция то соответственно на этих уровнях с увеличением объема то есть чем выше уровень тем меньше объем грубо говоря 1 лот 2,3 опять же с расчетом что получая коррекцию можно закрывать обе позиции как минимум в ноль ну а как максимум с маленьким профитом ну и конечно же общий настрой это непосредственно восходящее движение мы полностью отработали как я уже говорил на прошлой неделе ту чашу которая отрисовалась пришли в исходную точку но я напомнил что я все-таки жду 112.30 112.30 вот сегодня уже из позиции вышел буду ждать новой коррекции новой коррекции вот и уже не исходя из этого буду принимать решение о том чтобы входить на покупку поэтому здесь ждем ждем как внутридневной коррекции так и соответственно как я уже сказал впереди товарищ Куродов выступает со своим протоколом вот именно от этого можно будет оттолкнуться посмотреть даст это что-то или не даст ну стандартно наверное по статистике все-таки дает в пользу движение на север движение на север по данному валютному инструменту так общая любимая общая любимая пара евро доллар здесь с этой стороны сразу могу сказать все очень просто потому что напоминает картину по индексу доллара я бы наверное заострил свое внимание так же как и на прошлой неделе о том что со стороны маржинального анализа опционного фьючерсного впереди очень серьезная зона очень серьезная зона которая идет вплоть до 1.1.1 вот соответственно здесь нужно отталкиваться ну я буду отталкиваться от простого при подходе это продажа при подходе продажа с коротким стоп-лоссом за вот эту вот непосредственно всю красоту ну и со второго окна опять же беру в расчет что мы вот в этот диапазон 1.09.86 двигаемся со стоп-лоссом выше 1.10 1.10 вот как альтернатива если здесь самое главное не ошибиться понятно что сегодня есть а завтра я только буду на телефоне в скайпе если происходит что-то очень положительное да и мы так скажем рынок начинает съедать эти крупные заявки вообще вот это скопление то соответственно самое первое что здесь будет это будет технический выброс мы пробиваем стоп-лоссы срабатывает срабатывать байстопы вот технично вышли опять же вышли будет резкий отход к этой зоне которую мы пробили вот здесь можно будет пробовать покупки покупки опять же с коротким стоп-лоссом вот но приоритет пока приоритет я для себя лично заряжаю это нисходящее движение конечно впереди второй этап выборов во франции но до этого нужно дожить если я правильно помню это на этих выходных поэтому на ближайшие два дня это непосредственно вот такой подход вот такие зоны вот такие уровни от которых я буду отталкиваться фунт-доллар 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 здесь идентичная ситуация чем мне нравится сейчас рынок достаточно техничный вот самое главное его как говорится подбирать подминать под себя потому что все ждут развязку развязку это сильные движения и здесь самое главное правильно понимать в какую сторону мы двигаемся и присоединяться не бояться этого присоединяться здесь по второму окну мы также находимся возле сильной зоны здесь с этой стороны сложнее потому что весь диапазон идет из района 1.29.80 заканчивается в районе 1.31.30 вот со стороны часового таймфрейма у нас есть уже все предпосылки на какую-то коррекцию но я вижу что по-часовому идет перерасчет непосредственно самого торгового уровня поэтому здесь нужно дождать когда нужно перестроиться поэтому судя по четырех часовому таймфрейму по всем правилам техники работы конечно нам нужно нужно сходить в район 1.31.83 поэтому наверно за основу если мы пойдем вверх то я конечно буду брать более высокие уровни это 1.31 1.32 но я думаю что в районе 1.31 если так брать золотую середину 50 будем останавливаться ничего такого серьезного со стороны фундаменталки по фунту не ожидается не ожидается но приоритет конечно же на нас через выброс вверх поход вниз так доллар франк доллар франк на прошлой неделе я говорил что нужно оттолкнуться непосредственно от этой линии сопротивления мы три раза подходили три раза подходили можно было зарабатывать но я сказал что доллар франк не так меня сильно притягивает не такая интересная техническая картинка поэтому она у меня есть но я бы не советовал брать ее за основу это три мажора основных доллар иена евро доллар фунд доллар ну и на закусочку это два товарно-сырьевых актива очень интересная картинка на первое место я ставлю доллар канадец потому что мы здесь также пришли в разворотную зону вот непосредственно эта зона все цифры видны не буду повторять что по часовому что по 4 часовому что по дневному мы пришли в разворотную зону достаточно сильный сильный сигнал, поэтому, как я уже сказал, я не исключаю через верх-вниз, через район 1.37-1.37-1.30. Из этого диапазона я буду пробовать свои продажи. Самое главное, конечно же, рядом поставить коллекционный инструмент нефть сорта Brent, на инвестинге я выкладывал свое видение этой корреляцией. Здесь приземлились мы на поддержку, но если, говорится, нефть не будет нас поддерживать, то тогда, соответственно, вспоминаем о том, что впереди ФРС, а ФРСники, они, конечно же, за американский доллар, тогда мы четко закрепляемся ниже, пробиваем психологический, технический уровень полтинник и идем по минимуму уже, по уровням, которые есть. В таком случае, если будет такое развитие ситуации за ближайших два дня, конечно же, тогда здесь мы пробиваем эту зону и, как говорится, да здравствует, мы пошли вверх. Так, где же это у меня, а вот, почему я не исключаю этого варианта, потому что на недельном таймфрейме, на недельном таймфрейме, понятно, что это достаточно мощный таймфрейм и долгоиграющий. Если мы, как я уже сказал, проходим вот этот уровень, да, эту область, то, пожалуйста, мы в район 1.39-1.40 поучимся. Но пока все-таки, наверное, больше приоритет у меня, конечно же, напрашиваемая коррекция непосредственно по паре доллар-канадский доллар и коррекция непосредственно нефтесорту бренд. Австралиец, так сказать, хитрый, хитрый кенгуру. Подошли мы, так, сейчас я сюда подставлю, плюхнулись, как я уже и говорил, 0.74.45 еще на прошлой неделе, говорил, что непосредственно из этой зоны я попробовал бы агрессивную покупку. В чате, конечно, надо мной немножко посмеялись, но показывал сделку, сам входил, сам выходил из этой сделки. Но все-таки, если брать более старший таймфрейм, то, как вы видите, приоритет у нас нисходящий. Поэтому с этой стороны, наверное, из уровня 75.60 и из области 0.76, это видно, что по первому, что по второму окну, я бы рассматривал продажи. На этой неделе со стороны фундаменталки тоже что-то по австралийцу, выступление, управляющего РБА будет, но вроде во второй половине этой недели. Поэтому, так скажем, если подводить краткий итог, пока по всем инструментам я больше склоняюсь в пользу доллара. Но, как я уже сказал, берем и смотрим, что нам показывает индекс доллара для большей наглядности, большего понимания того, что будет происходить внутри дня. А снова, как я уже сказал, я торгую внутри дня. Так, ну и, наверное, напоследок, напоследок, лично задаваемый вами вопрос, а как же золотишко. Золотишко давно еще сказал о том, что золото, золото, опять же, по индикаторам, по тем параметрам, которые выдает система, в район 1250. 1250. Медленно, но уверенно мы туда двигаемся. Соответственно, погрязли мы немножечко. Опять же, в боковике, в принципе, что наблюдается по всем инструментам, как валютного рынка, так то, наверное, сырьевого. Но с этой стороны я озвучил. Тут даже прогноз по индикатору ГАНа, район 127.40. Если брать по полным индикаторам, это район 1250. То есть, здесь превалирует больше нисходящее движение. Вот с этим, с этой целью, с этой областью, с этим походом вниз. То есть, здесь поход на юг. Вот такое вот видение того, что происходит. Возвращаясь к чату, переходим к вопросам. А что скажете про ОВД? Извините, опоздал. Как раз вы, наверное, выслушали полностью мое мнение, что будет с австралийцем к доллару. Великолепно. Значит, великолепно я, так скажем, затянул немного, чтобы вы успели подойти. Прям непонятный чубчик вылез. Так, все ли понятно, успели все записать. Сразу говорю, что запись будет только завтра. Мы, как только она появится, мы, соответственно, ее выложим. Вот. Но такие моменты, да, вот такие моменты, когда мы проводим вебинары через наших партнеров, конечно же, лучше сидеть, записывать, хотя бы делать скрины, скрины, чтобы понимать, вот, куда я двигаюсь. Ну и пометочки, 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 пометочки. Так, давайте пять минут вопросов. Если есть вопросы, пожелания, жалобы, претензии, отвечаю. И на этом прощаемся. Встретимся с вами в среду. Если есть вопросы, поставьте, пожалуйста, плюсик. Пожалуйста, Наталья. Вот. Если есть вопросы, то, пожалуйста, есть ли идеи по рублю? Сразу признаюсь, этот инструмент я не отслежу, поэтому идеи здесь у меня нет. Сразу после меня будет проводить вебинар мой коллега Вадим Иткулов, поэтому не поленитесь, зайдите к нему, точно знаю, что непосредственно рубль он освещает, да, так как и там некоторые инструменты, которые не освещаю я. Там основные фондовые индексы, поэтому, пожалуйста, обратитесь к волновику, волновику с этими вопросами. Евро и иена. Александр, как же вас заносит на такие вещи? Не разбирал евро иену. Давайте я вам покажу просто картинку, потому что там, если первое окно достаточно просто, перенес валютную пару, то со вторым там нужно работать. Она у меня не отстроена. По часовому. Цель сегодняшнюю еще не отбили, 122.41. Здесь напоминаю, если мы берем все кросс-курсы с иеной, всегда смотрим за тем, что происходит по основному инструменту и по двум основным, евро-доллар и доллар-иена, и проецируем это все на, соответственно, евро-иену. Если я ожидаю, если я ожидаю захода, да, заход вверх по еврику, потом с последующим вниз, и при этом ожидаю похода по паре доллар-иена вверх, то здесь, наверное, самое первое, это, конечно же, будет восходящее движение, а потом самое главное смотреть, кто будет превалировать. То есть, если будет сильнее движение по евро-доллару вниз, то, конечно же, евро-иена пойдет, соответственно, вниз. Все достаточно просто с этой стороны, но я говорю, что такими кросс-курсами, как кроссы с иеной, высоковолатильными, их нужно разбирать не то, что в самую последнюю очередь, но быть достаточно аккуратными. Не выдержит мой ноутбук, моих порывов. В принципе, смотрите, беглый анализ, опять же, более старшего таймфрейма подтверждает, наверное, мои догадки, то, что выброс вверх может быть, линия сопротивления есть, от нее, соответственно, можем спокойно плясать. Заходим, короткий стоп-лосс за предыдущим максимум. Напоминаю, пользуйтесь фракталами для выставления стоп-лосса. Если же пойдет по технике, то есть, более позитивно, а позитив – это движение по евро-доллару вверх, а по доллару и иене тоже вверх, потому что здесь доллар выступает более рисковым активом, а валютой в бирже. Поэтому не пугайтесь, когда идет укрепление рисковых валют, идет укрепление доллара в иене. Помните, что он с этой стороны, если пошел риск-аппетит, преобладает риск-аппетит, то, конечно же, американец там будет расти. Вот, наверное, с этой стороны я бы оттолкнулся и зашел к паре евро-иена. Как вы уже поняли, цели я выставляю только внутри дня, поэтому озвучивать цели, куда мы можем пойти, расписывать полностью план действий – не берусь. Так. Илья, добрый вечер. Мы уже на самом деле заканчиваем. Обсуждали все. Обсуждали все. Все основные мажоры, доллар, канализ тоже обсуждали. Там очень большая ситуация, я это повторять не буду. Сразу говорю. Так, да, расширяющий треугольник. Это к Вадиму. Он все точнее скажет. Вот, да, Вадим у нас специалист по треугольникам, по плоскостям, по тем же самым. Да, запись будет, но она будет, скорее всего, завтра. Вот, когда она будет, я не знаю, когда мы ее выложим. Как только получим, тоже ее выложим. Поэтому уже все может пройти. Николай, аудеканадец. Николай, если не сложно, добавьтесь, пожалуйста, в скайп, да, я уже говорил, в общий чат. И в личку мне сбросите. Напоминание. Я посмотрю у себя. Вот, просто время поджимает. Я вам непосредственно скрин сброшу всех таймфреймов, вот, с теми уровнями, которые есть. Ну, и стрелочками покажу, наверное, от чего бы я отталкивался. Вот так вот. Тем более, тем более, а, так вы есть. Вы же есть у нас в скайпе. В личку мне напишите. Так, ну, напоминаю, да, впереди, как я уже сказал с самого начала, лично мое мнение. Но, опять же, спасибо достаточно большому специалисту своего дела Олегу Тинькову. Идет к тому, что самое первое, что вам нужно, это как минимум обучение, но как максимум, да, это поддержка. Ну, и с этой стороны напоминаю, что компания «Адмирал Маркетс» выступает у нас непосредственно нашим, можно сказать, спонсорам, спонсорам и обучения, и, соответственно, тех торговых идей, которые мы воплощаем в жизнь. Да, можно, зайдите. Сейчас скажу вот сюда вот. По этой ссылке пройдете. Вот, это скайп, добавьтесь ко мне в скайпе, я после всех занятий добавлю вас и, соответственно, присоединю к обоим чатам. Так, на сегодня, сегодня, два раза повторяюсь, на сегодня все. XAU и USD. Нет. XAU – это золото. Если мне не изменяет память, аргентам золото у нас. Как вам правильно объяснить? Это зависит от самого счета. Есть стандартный счет, есть, допустим, STP-счет, есть ESN-счет. На стандартном может просто называться золото, а на том же самом ESN-счете это обозначение XAU и USD. Ну, это такая специфика работы. Так, все, прощаюсь. Большое спасибо за вашу обратную связь. Напоминаю, наш сайт академия трейдинга.рф. Сегодня с вами был Виталий Шевченко, основатель компании академии трейдинга. Непосредственно заходите, все контакты есть, добавляйтесь, будем обсуждать, точки соприкосновения найдем с любыми из вас. Ну, а встретимся с вами в среду, в то же время, в тот же час. Если все будет хорошо, так же и с видео, и со звуком. Все. Попутного тренда.